Доброе утро, уважаемые участники вебинара. Давайте начинать нашу работу. Тема, вы видите, на слайде заявлена «Использование потенциала географии при формировании метапредметных результатов обучения». Я ведущий вебинара Олег Викторович Питонин, заведующий кафедрой естественно-научных и математических дисциплин Кузбасского, ИПК и ПРО. Эта тема общая. Я постараюсь осветить теоретические аспекты заявленной проблемы. Также в работе нашего вебинара примут участие учителя географии Кемеровской области Сергей Николаевич Фитц, директор и учитель географии школы номер 41 города Новокузнецка. Он подключится к работе нашего вебинара с темой «Проектная задача» как ресурс формирования УДД, учащихся при обучении географии. И третья уже получается так выступающая, можно сказать, и соведущая нашего вебинара Клюшникова Юлия Николаевна, учитель географии, школа номер 12, город Танжера-Суджинск. Ну, каждый из выступающих, как вы поняли, нас трое, примерно 20, 25, 30 минут будет выступать, ну а потом в конце нашего вебинара у всех участников будет возможность выступающим задать вопросы. Итак, коллеги, часто принято начинать подобного рода мероприятия для того, чтобы актуализировать, показать значимые заявленные темы, ссылок на великих наших предшественников, классиков, основоположников классической педагогики. Ну, я тоже не буду нарушать эту традицию, говоря о метапредметных результатах обучения или проще об умениях школьников учиться, я вот позволю себе сослаться на одного из основоположников классической педагогики, на пистолуце. Швейцарский педагог говорил, мои ученики будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое сами. Моя главная задача – помочь им раскрыться, развить свои собственные идеи. Думаю, что все уважаемые коллеги, согласитесь со справедливостью, значимостью, глубиной мысли нашего выдающегося предшественника. Ну, а если от исторического прошлого образования перейти к сегодняшнему дню и к проблемам сегодняшнего нашего образования, и к теме нашего вебинара вернуться, то вы знаете, что стандарт в ГОС отличается от предыдущего подобного документа от ГОСа 2004 года четкой ориентации на результаты образования. Ну, я позволю себе, хоть вы все прекрасно это знаете, напомнить, что в ГОС результаты разделены достаточно четко на три группы, личностные, они включают такие сложные образования, конструкты, как самоопределение, смысл образования, морально-этическая ориентация детей. Вторая группа результатов, о ней у нас сегодня с вами пойдет, надеюсь, достаточно интересный разговор, результаты метапредметные, регулятивные, коммуникативные, познавательные, учебные действия. Ну, во многом условно, метапредметные результаты можно вот на эти универсальные учебные действия подразделить. Ну и, наконец, результаты предметные, их достижения, способы, средства относительно всем нам, так сказать, понятны, известны, поскольку на протяжении большей части своей работы в роли учителей географии мы, в общем-то, преследовали напрямую достижения результата предметных. И, конечно, результаты предметные включают прежде всего предметные знания, но и не менее важными являются предметные действия. Если мы с вами заглянем в стандарт и процитируем то его содержание, которое имеет отношение к определению метапредметных результатов, то обнаружим, что метапредметные результаты это способы деятельности, способы действий школьников, которые одинаково важны для разрешения разнообразных ситуаций, для решения различных задач на разных предметах, которые школьники изучают. И более того, скажем, метапредметные результаты не только одинаково важны для решения проблем географии, математики, физики, они практически каждодневно каждым из нас, ребенком и взрослым человеком эксплуатируются в жизни, даже на уровне обыденной бытовой жизни. Сколько раз в день нам приходится оценивать, сопоставлять информацию, полученную из разных источников, делать соответствующий выбор на основе критического осмысления этой информации. Соответственно, затем результаты этого выбора соотносить с нашими целями и так далее. Все это, согласитесь, коллеги, является метапредметным результатом. Поэтому они крайне важны в становлении личности подрастающего молодого человека. Если говорить, отвлекшись от ВГОС, от этого документа, о метапредметных результатах со ссылкой на соответствующее положение методологии, то они, эти метапредметные результаты, как правило, дифференцируются по нескольким группам. Вы видите, в слайде эти группы представлены. Это, прежде всего, метазнания, знания о знаниях, так, масло масляное, но тем не менее. Но и не только знания о знаниях, но и способах получения. Это и наблюдение, грамотно проведенная, цель которого сбор информации. Это и экспериментальная проверка, гипотезы. Это и выбежение, конечно, гипотезы прежде. Это и структурирование нового знания. Это соотношение частей в новом знании. Как соотносят такие понятия, как концепция, теория, принцип, закон и так далее. Все это то, что имеет отношение к так называемым метазнаниям. Одной из групп метапредметов результатов обучения школьников. Вторая группа, как вы видите из слайда, метаспособы. Это как раз универсальные способы решения познавательных задач. Те способы, с помощью которых человек переносит какие-либо действия в незнакомую, новую ситуацию для решения каких-то творческих задач. Ну и, наконец, третья группа метапредметных результатов – метаумения. Это все то, что касается теоретического мышления, навыков переработки информации. Об этом сегодня мы уже с вами говорили. И, конечно, включает критическое мышление, творческое мышление и так далее. Ну, позволю себе далее, коллеги, на этих группах метапредметных результатов остановиться чуть подробнее. Начнем с метазнаний. Вы видите на слайде представлено токсономия целей согласно Бенджамину Блуму, американскому ученому. Эту токсономию, говоря по другому классификацию, Блум разработал еще в 1956 году. И, собственно, здесь представлена классификация целей для одной сферы деятельности человека, ученика, школьника, для когнитивной сферы деятельности. То есть напрямую касающиеся знаниевые компоненты образовательного процесса. И, соответственно, цели в этой самой когнитивной сфере можно подразделить на ряд категорий. Вы видите, что первая категория – собственно знание, вторая категория – понимание, затем следует применение, анализ, синтез, оценка. Мы помним, что метазнание – это не только знание о знании, это еще и знание о способах получения, научного знания и так далее. Понятно, что эта токсономия в подобном порядке выстроена, основывается на глубокой логике, достаточно понятной, прозрачной. Очевидно, что первый уровень цели связан с чисто репродуктивным усвоением конкретного материала. Прежде всего, конкретных понятий – географии, химии, биологии, усвоение законов, их формулировки и так далее. Второй уровень, вторая категория – понимание, включает уже преобразование учебного материала из одной формы в другую. Ну, например, если ученик достиг уровня понимания, какого-то научного знания, то ему достаточно легко перевести будет информацию текстовую в знаковую, текстовую форму, преобразовать в форму математическую в виде некого уравнения и так далее. Экстраполяция, возможно, со стороны школьника, если он достиг вот этого второго уровня в освоении знаний, уровня понимания. Третий уровень – применение. Здесь, вы видите, подразумевается использование знания в конкретных условиях и даже новых, преобразованных в каких-то ситуациях. Не просто закон знать, не просто закон физики, биологии, географии школьник может репродуктивно воспроизвести, он положение этого закона использует для разрешения конкретных учебных задач. Следующий уровень – более высокий анализ, разделение общего на частные вещи, на части какие-либо, для того, чтобы это общее более детально, более подробно изучить. Конечно, структурирование материала анализ подразумевает. Конечно, выстраивание неких иерархий между вычлененными компонентами в целом. Все это напрямую выводит нас, опять же, на некие формулировки, также стандарты, касающиеся метапредметных результатов. Более высоким уровнем в освоении метазнаний является синтез. Из ранее выделенных частей мы должны школьника научить составлять единое целое. И, опять же, это единое целое структурировано, определенные компоненты, элементы этого целого связаны между собой, связаны функционально, связи, взаимосвязи школьник должен в этом целом увидеть. Ну и, наконец, высшая планка, достижение знаний, знаниевые компоненты обучения, достижение метазнаний, является оценка, разработка целого, какого-то продукта, предыдущий этап подразумевал, и, соответственно, этот продукт оценивается по четкому критериальному аппарату. Критическое мышление здесь, опять же, напрямую задействовано, напрямую мы развиваем его у детей. Таким образом, метазнания, вот я представил по Блуму, еще раз повторюсь, хотя бывают и иные подходы к представлению метазнаний. Бывают и некие пирамиды, бывают некие диаграммы, но всегда это есть некая четкая иерархичная структура уровней, в данном случае цели обучения, достижения каждого уровня, ученик оказывается вооруженным теми или иными более высокого ранга метазнаний. Вторая группа метапредметных результатов связана с метаумениями. Вы видите, что метаумения включают и теоретическое мышление, опять же, и обобщение, систематизацию, классификацию, доказательства, всевозможные способы доказательства. Частично мы уже об этих аспектах теоретического мышления с вами говорили. Ну, классификация тут заявлена, очень важный метод и способ рассуждения одновременно. Часто мы прибегаем к нему в процессе обучения и прекрасно понимаем, что подчас самая какая-то подробная, самый подробный перечень проигрывает самой простенькой классификации. На основе классификации знания более структурированы преподносятся и, соответственно, легче школьникам и запоминаются. Также метаумения включают навыки переработки информации, критическое мышление, творческое мышление, регулятивное умение, качество мышления. Уже не буду я останавливаться на этом подробно. Вы видите, коллеги, что на слайде в скобочках составляющие вот каждого из заявленных метаумений достаточно подробно приведены. Ну и третья группа мета-результатов это мета-способы. Говоря о мета-способах, я думаю, что участники семинара и прежде всего выступающие сегодняшние согласятся со мной. В первую очередь мы должны упомянуть еврестический метод. Ну а там, где еврестический метод, безусловно, на первый план выступает проблема задавания вопроса. Вот тут на слайде вы видите ссылочку на Фрэнсиса Бэкона, который говорил, что умный вопрос представляет собой уже половину знаний. Действительно, задать умный вопрос непросто бывает даже и учителю. Иногда мы пеняем на класс, в классном состоянии ответить с первого закона на поставленный нами вопрос. Ну а часто виновниками вот такой неудачи локального характера являемся мы с вами. Наш вопрос не конкретен, наш вопрос достаточно абстрактный, из общего контекста разговора выпадает и так далее. Вопрос всегда порождает некие у человека границы, демонстрирует область знания, незнания. Ну а если мы об этом с вами упоминаем, то, конечно, вопрос всегда относится так или иначе к метапредметным основам. И научить школьника задавать вопросы системно, это достаточно серьезная задача. И кто этим занимается из учителей, и кто достигает вот этой цели, тот, конечно, достаточно подготовлен в плане сообщения школьникам определенных мета-способов. Итак, это, коллеги, были три группы метапредметных результатов. Мета-знания, мета-способы, мета-умения. Если мы обратимся к стандарту, то практически все то, о чем мы с вами говорили, достаточно широко представлено в тексте стандарта. Здесь, конечно, нет подобной дифференцировки на мета-знания, мета-умения, мета-способы, мета-действия. Ну, так или иначе, в этих формировках, взятых из стандарта, все это нами обнаруживается. Мы видим, что речь идет вновь о умении анализировать, классифицировать, все это характеризует культуру мышления школьника, человека вообще. И, конечно, опять же, упомянутые умения работать с информацией и так далее, и так далее. То есть, очевидно, что разработчики стандарта достаточно глубоко проблему мета-предметных результатов изучили, знают, и нисколько в том, что представлено в стандарте, нет противоречий неким положением методологии. Метапредметные технологии существуют, которые напрямую работают на достижение метапредметных результатов. Это вот следующий небольшой смысловой блок в моем выступлении. Как достичь, собственно говоря, учителю метапредметных результатов? Сразу скажем, что есть метапредметы и технологии, есть педагогические технологии, которые метапредметными не являются, но которые тоже могут позволить нам приблизить школьников к достижению метапредметных результатов образования. Метатехнологии это есть некие педагогические способы, педагогические алгоритмы работы с мышлением, коммуникацией, действием, пониманием, рефлексией учащихся. И к метапредметным технологиям, как вы видите, из информации, содержащейся на слайде, относится разрешение проблемы, решение задачи, опять же, схематизация, визуализация, работа с понятиями, понятно, что научный язык, географический, тем более, богат всевозможными терминами, география славится длинными номенклатурными списками и так далее. Ну вот отравлено то, что как раз среди наших уступающих сегодня напрямую, собственно, как я догадываюсь, Сергей Николаевич поведет разговор о решении задач, то есть одну из мета-технологий практически он нам сегодня охарактеризует. Ну и помимо чисто надпредметных технологий существуют, помимо мета-предметных технологий существуют и всем известные технологии педагогические, которые также могут способствовать формированию школьников мета-предметных результатов. Вы видите, здесь далеко не полный перечень, я этот перечень оставил открытым. Это и технология развития мышления, конечно, проектная технология, и вот сегодня как раз нам о проектной технологии во внеурочной деятельности школьников будет достаточно интересна, информация представлена, исследовательская технология, обучение сотрудничества, проблемное обучение и так далее. вот если мы вернемся назад мета-предметным технологиям, здесь видим разрешение проблем, решение задачи, работа с понятиями и так далее. Но в каждой вот из этих технологий так или иначе в шагах, а технология это есть определенный пошаговый алгоритм, реализуемый на практике, мы сталкиваемся с разрешением школьникам проблем, с решением определенных учебных задач и так далее. То есть технологии пробирания мета-предметных результатов очень много взяли из мета-предметных технологий. Между первым и вторым такой уж смысловой, содержательной, железобетонной какой-то стены нет. Многое заимствовано из мета-предметных технологий в те педагогические технологии, которые напрямую работают на достижение школьникам и мета-предметных результатов образования. Позволю себе остановиться на методах-приемах, обращаясь непосредственно к учителям биографии, наверняка, коллеги, вы пользуетесь теми-теми методами-приемами, которые на слайде представлены. Список также вы видите открытый, каждый из вас может его наверняка ни одним методом, ни одним приемом добавить. Конечно, прежде всего, учителя, когда задаешь вопрос о методах-приемах формирования мета-предметных результатов, говорят о работе с текстом, говорят о систематизации. Ну и не только здесь, даже в этом относительно коротком тексте заявлено и многое другое. Безусловно, говоря о метод-приемах, результатах мы не можем обойти проблему их оценивания. Вот несколько, может быть, забегая вперед, тем не менее, сразу часть своего вебинара я доработаю до конца. Если, опять же, обратимся к сексу стандарта основного общего образования, то мета-предметные результаты предъявлены так или иначе в 16 требованиях. Чаще всего их оценивают педагоги на практике по четырем позициям. Оценивается степень сформированности регулятивных универсальных учебных действий, степень сформированности познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий и степень развития ИКТ-компетентности. Ну, содержание кратенькое вот каждой из четырех этих позиций, которые подвергаются педагогическому замеру, здесь представлено. Конечно, я понимаю, что метапредметные результаты это такая достаточно сложная сфера нашей с вами педагогической деятельности, что и тем более замер педагогических метапредметных результатов крайне сложное дело, что все это достойно отдельного разговора достаточно подробно. Поэтому я лишь скользко упоминаю проблему оценения метапредметных результатов. Наверняка у каждого из вас, коллеги, есть свой опыт, кто-то пользуется текстами комплексных контрольных работ, кто-то соответствующие задания использует, взятые из различных открытых источников. Но так или иначе, даже на той же комплексной контрольной работе все равно оценение происходит вот по этим четырем позициям. Ну и коль начал я свою часть вебинара со слов великого предшественника, тоже позвольте завершить свою часть тоже со слов нашего выдающегося отечественного педагога Сухомлинского. Вы видите, согласно Сухомлинскому, удивительно богатое, неисчерпаемое по красоте грань педагогического мастерства умение учить детей думать. Безусловно, вооружая школьников метапредметными умениями и навыками, мы прежде всего учим детей думать. Коллеги, спасибо. Свою часть я завершаю. В конце нашей общей работы мнениями мы можем обменяться, мы готовы будем ответить на вопросы. Сейчас я слово предоставляю Сергею Николаевичу, учитель географии, директор 41-й школы город Новокузнецк. Сергей Николаевич, пожалуйста. Ситуация отключилась. Итак, уважаемые коллеги, еще раз здравствуйте и очень рад приветствовать всех участников вебинара. Хотелось бы отметить, что тема, которую сегодня вы видите на экране, она достаточно актуальна для образовательного учреждения, в котором я работаю, в котором я руковожу. Это проектная задача, как ресурс формирования универсальных учебных действий учащихся при обучении географии. Во-первых, хотелось бы отметить, что это результат работы членов коллектива и учителей-предметников различных областей, а география, в частности, здесь выбрана лишь средством для формирования универсальных учебных действий. Итак, вкратце, коротко, в некоторых местах подробнее. Во-первых, нужно сказать, что социализация, как одно из требований реализации образовательного стандарта, рассматривается нами самым важным аспектом. Это процесс усвоения образцов поведения, установок социальных норм, ценностей, знаний, навыков, позволяющих функционировать в обществе. Вот на этом мы в большей степени и опираемся. И неважно здесь, какое средство для реализации аспекта мы с вами выбираем. Все предметы в сетной области, которые существуют в учебном плане школы, мы прекрасно ими пользуемся. Это могут быть итоги учебного года по разным дисциплинам, начиная с 1 по 4 класс, 5 класс пока еще только предварительные итоги подводим по реализации новых образовательных стандартов. В следующем учебном году к нам присоединяются 6 классы, поэтому спектр проектных задач достаточно широк. Что в данном случае мы понимаем от проектной задачи? Термин мы берем по Баранцову, непосредственно мы общались с руководителем образовательного учреждения, с Центром развития образования, вернее, развивающего образования. Задача, которая через систему набора заданий целенаправленности стимулирует систему детских действий, направленную на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка продукта, и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Вот на чем ориентируемся? Мы очень плохо знаем своих детей. Я имею ввиду всех педагогов, которые целенаправленно задают определенную задачу и вместе с ними пытаются решить ее, включаясь в этот процесс. Как показала одна из таких наблюдений ребенку достаточно дать задание, которое он должен решить. Решить различными способами, найти человека, который ему в этом поможет, не обязательно это учитель, то есть выбрать средства для того, чтобы решить главную данную задачу. В чем новизна фула? Она уже не нова для нас, но может быть для кого-то она была бы и новой. Решение проектной задачи не является еще одной из педагогической техникой. Она может быть добавлена существующим учебным, практическим, исследовательским и творческим задачам. Это самое основное, что мы держим в уме, то, с чем мы идем на данное мероприятие проектной задачи. В чем разница между проектом, который у всех на слуху, который знает каждый учитель, географии, литература, биологии, нет определенных заданий, материалов, действий, сами выбирают средства для данного проектира. В данном случае под проектной задачей мы понимаем предложение необходимых средств и материалов в виде набора или системы заданий по разным дисциплинам. Ребенок вправе выбрать те задания, которые ему посильны. Вот именно в рамках проектной задачи. Либо же это филология, русский язык, литература, иностранный язык, либо же это естественные дисциплины в этом этапе, общественные дисциплины истории, общество знания, география, либо же это естественно научные дисциплины, либо же физико-математические дисциплины. Каждый имеет равные возможности попробовать себя в микрогруппах участвовать в этих конкретных задачах. Форма. Во-первых, это очень сложно, особенно для тех членов коллектива, которые привыкли работать, используя репродуктивный метод, который ссылается на различного рода документы, на требования Роспотребнадзора, СЭС и так далее, как должно быть организовано, не перегружены ли будут дети в рамках учебного и воспитательного процесса. Составные части в данном случае рассматриваются, это система оценивания, это очень важно здесь, причем система оценивания как самооценивание, так и оценка со стороны экспертов, руководителей и так далее. Типы отношений школьников друг к другу и с педагогом, это тоже очень важно, как элемент социализации. Отбор учебного содержания достаточно строго к этому, в зависимости от того, какие дети перед нами находятся, четвертые классы, пятые и шестые у каждого свои определенные знания определенные требования и составление расписания учебных занятий. Я позже об этом расскажу, это достаточно другой подход, нежели это расписание уроков, которые мы каждый день изо дня в день видим, меняем и совершенствуем. условия. Во-первых, самое главное условие это работа в малых группах. Ничто так не актуально, так не позволяет по-другому проводить самообучение, так это именно понятие малых групп. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение, здесь масса и много вопросов, но тем не менее в процессе проектной задачи они решаемы. Кадровое обеспечение, здесь непосредственно выступают учителя-предметники, классные руководители, мы приглашаем со стороны педагогов дополнительного образования, которые организуют так называемые творческие мастерские, которые с одной стороны учат детей, привлекают дополнительные в системе дополнительного образования, а с другой стороны это возможность детям окунуться в саму технологию, которую они могут принять, научиться и затем показать это на проектные задачи. Такое незамысловатое решение одной из задач. Информационно-технологический ресурс. Здесь говорить много подробно не надо, понятно, что мы сейчас любое свое действие не можем не согласовывать с тем, что у нас стоит на столе ноутбук или компьютер, все электронные ресурсы, которые есть в системе интернета или электронные ресурсы, которые записаны на дисках. Специальное расписание занятий, аудитории, работа библиотеки в обязательном порядке и выход в интернет. Во-первых, не ограничиваем свободу деятельности, не замыкаем их в определенном пространстве. Это связано с тем, что ресурс и оборудование детям необходимо найти, то есть выступают как средство для того, чтобы решить данный вот эти самые главные условия, которые должны выполнять все участники. Функции учителя в процессе. Во-первых, учитель выступает в качестве консультанта, он может помочь в определении проблем и замыслу ее реализации. Самое главное, это наблюдение за ходом работать, это достаточно являющее зрелище, как ребенок в своих поисках ищет решение проблемы. Можно оказать отдельным учащимся помощь, это не возбраняется. Поддержание рабочей обстановки, это очень важно, это достаточно хороший показатель работы творческой группы и оцен на каждом этапе, что позволяет сделать такую мини-диагностику, как проходила работа в группе, что при этом делалось, выделялись лидеры, выделялись тем, кем руководит данный лидер, слабые и сильные стороны, где в процессе отмечается это, а затем в предметных областях, непосредственно на уроках это одна из задач требуется по совершенствованию данных действий. мы выделяли типы проектных задач как предметные, межпредметные, разновозрастные, стартовые и итоговые. Вот этим показателям мы и придерживаемся. Я не хочу сказать, что это у нас прям идеально все получается, мы остановились на некоторых из них, если предметные, то это урочные деятельности, согласно расписанию, согласно тем дисциплинам, которые вошли в учебный план. Межпредметные я сегодня на примере одной из таких проектных задач вам покажу. Одно из условий это разновозрастные, очень уникальная такая вещь, которая способствует тому, что ребенок находится между такими понятиями как знание и незнание. Вот это важно на каждом этапе почувствовать и задание не обязательно соответствует даже тем требованиям, которые решают в четвертом классе. Есть задания, в решении которой может помочь старшеклассник пятый, шестой и так далее. Ну и естественно итоговые как итоги учебного года. Далее, обо всех этих нюансах Олег Викторович рассказал, я не буду останавливаться на тех условиях, которые записаны в основной образовательной программе и требованиях федерального образовательного стандарта. Мы также, как и многие из тех, кто сегодня на семинаре принимает участие, мы просмотрели гору литературы, обратились к источникам практики административной работы и вот выделили те универсальные учебные действия, которые характерны для учащихся с пятого по седьмой класс. Я намеренно их вставил в данную презентацию, чтобы было понятно, о чем идет речь. Во-первых, они отобраны исключительно для этого возраста. Если регулятивные, они определяют, формулируют цель деятельности, умение составлять план действий по решению проблемы на уроках или во внеурочной деятельности, используют жизненные ситуации. Соотносить результат своей деятельности с целью и с образцом предложенным учителем, самостоятельно осуществлять действия по реализации плана достижения цели, сверяясь с его результатом. И самое главное здесь показана оценка результата своей работы. Далее мы включаем в познавательные универсальные действия пять элементов, которые в этот период очень важны. Во-первых, самостоятельно предполагать информацию, которая нужна для обучения. Отбирать источники информации, это право каждого члена, каждого субъекта учебного процесса. Добывать новые знания из различных источников различными способами. Это приветствуется. Переработка информации из одной формы в другую, о котором говорил Олег Викторович. И здесь очень важно и тексты, и таблицы, и схемы, и в том числе информационно-коммуникационные технологии. Здесь указаны и те мета-знания, о которых также упоминал Олег Викторович. Но важно перерабатывать, научить перерабатывать информацию для получения нового результата. Это анализ, это сравнение, это группировка различных объектов, явлений и фактов. Умение передать содержание в жатом, выборочном, свернутом виде и так далее. Вот на этом и делаем акцент. Коммуникационные действия доносить свою позицию до других с помощью монологической диалогической речи. Это тоже важно. Сейчас один из элементов, когда падает монологическая речь, многие отмечают, что на уроках в большей степени звучат отрывочные ответы на отдельные вопросы. Это связано еще с тем, что мы очень много уделяем внимание тестам, очень много ограничиваем ограниченного времени, ограничены в решении тех или иных контрольных работ в тестовом режиме и так далее. Понимать возможность различных точек зрения, у нас учащиеся пытаются уметь слушать, это очень важно тоже, обосновывать собственное и прислушиваться к чужому мнению. Читать различную литературу, понимать прочитанное, мы не делаем акцент на скорость чтения, это мы в большей степени на понимание работаем, навыках смыслового чтения, договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы, взгляды, иногда возникают в этом возрасте четвертые, пятые классы, шестые классы, конфликтные ситуации из-за того, что дети перестают разговаривать, в основном участвуют так называемое нерербальное общение, вот заставить детей разговаривать, вот это самое важное. Личностные, это оценивать ситуацию и поступки, то есть проводить своеобразную самооценку, объяснять смысл своих оценок и так далее, вот каждый элемент каждой проектной задачи и ее этапы заканчиваются саморефлексией и рефлексией как участников группы, так и руководителей группы. Самоопределяться в жизненных позициях на словах поступать в соответствии с теми поступками, которые ты совершаешь, но это личностная позиция. Методика организации проведения, вот одна из последних проектных задач, которую мы нашли в системе интернет, я поразился тому, что очень многие учителя и географии, и предметники русского языка литературы, которые применяют данный способ, используют это произведение, которое уникально с различных точек зрения. С точки зрения литературы, да, с точки зрения русского языка, да, с точки зрения географии вообще уникальное произведение, где собраны все элементы географической науки, а географию мы представляем и у каждого в сознании это пространство, это территория, мы говорим о таком уникальном термине, как географическое мышление, то есть пространственное мышление, ничто другое может это территориальное или пространственное мышление формировать. Ну и так вкратце, я постараюсь вкратце, потому что расписано очень много. Во-первых, перед каждой проектной задачей собираются организаторы и распределяют цели полагания, планирования, контроль, оценку, работа с информацией, коммуникации и так далее. Все прописывается, что мы хотим видеть, то, что мы хотим сформировать в наших детях. Конечно, цель поставить и достигать лидерские качества и некоторые способности, кому-то они свойственны с рождения, у некоторых они формируются в процессе взаимодействия в малых группах. Критерий, их очень много, это способность рефлексировать, способность телеполагать, способность планировать, моделировать, проявлять инициативу, вступать в коммуникацию, их много, и на каждом уровне можно отследить в процессе правительной задачи. Выделяют, могут выделять, может, не может, умеют, не умеют, и получается целый спектр. Чем больше мы получаем так называемых, ну я их так называю, субъективных точек зрения, тем более объективный результат мы в итоге получаем. Любая проектная задача начинается вот с такого обращения. Во-первых, это все написано на листочке, это проговаривается организатором, но важно вначале показать детям, что нужно работать с инструкцией. Инструкция очень важна, и каждый из коллег, географов, литераторов встречается с инструкцией. А географам известно, что ни одна характеристика, характеристика географического положения природных зон не обходится без плана работы. А это обращение к учащимся, это инструкция для работы в проектной задачи. Это практически то, что мы перекладываем с предметной области, перекладываем на межпредметную область. И обращение, что можно делать, конкретно знакомим с инструкцией работы для универсающихся. Этапы проведения. Первый этап, я не буду много зачитывать, здесь все прописано конкретно для педагога-организатора в этой группе, прописано для детей, прописано для тех, кто будет наблюдать за уходом задачи, то есть такой мелкий настрой на достаточно широкий спектр решения задачи. Это очень важно. Второй этап, четыре блока заданий. Я упустил момент, учащиеся, которые организуются микрогруппы, их бывает общее количество до двухсот, иногда до четырехсот учащихся, которых нужно поделить на микрогруппы. Учитывается личные симпатии учащихся, это разновозрастные в этой группе учащиеся третьего, четвертого, пятого, шестого класса, седьмого. Но, естественно, более старший ученик выступает в качестве и консультанта для того, чтобы помочь разобраться в проектной задаче. У каждой группы получается примерно 30-40 таких микрогрупп, они собираются в кабинетах. Кабинеты уже не являются тем учебным кабинетом, скорее всего, опорным пунктом, где можно разместить до пяти-шести таких микрогрупп. У каждой микрогруппы находятся эксперты, это могут быть студенты нашего института, университета, педагогических специальностей, либо же неподалеку у нас находится педагогический колледж. На практику мы с удовольствием берем эти группы для того, чтобы они выступали в качестве экспертов. Это очень хороший практический материал для будущих педагогов. Четыре блока заданий, о которых я уже говорил, они рассчитаны на разные направления, на разные я не веду естественно научные, гуманитарные, физико-математические и так далее. Внимательно необходимо читать данную инструкцию, что нужно делать, для этого отводится время, и очень многие специалисты, предметники отмечают, что урок надо начинать именно с того, чтобы читать, потому что уровень навыков чтения, я не знаю, как это выразить, падает, мало дети начинают читать, поэтому 5 минут для того, чтобы прочитать инструкцию, я думаю, что у каждого учителя найдется. Рефлексия, то есть узнать, есть ли вопросы по тексту заданий на сегодня, есть ли вопросы, то ответить, после чего в доброжелательной форме пожелать командам приступить к дальнейшей работе. Третий этап, но специально про некоторые моменты здесь не проговариваются, но тем не менее, необходимо выполнить инструкцию для того, чтобы все, что там прописано, можно использовать, о чем говорили и тексты, чертежи, и картосхемы, и схемы, если это географического направления, если дети попросят какие-либо источники информации, учебники, журналы, тетради, то их необходимо разместить в кабинете, либо же в библиотеке, куда они свободно могут пойти и взять. Мы не ограничиваем движение, еще раз повторяю, есть все кабинеты подписываются, для того, чтобы дети знали, в каком кабинете они какую информацию могут получить согласно инструкции. четвертый этап. Мы предусматриваем те самые мастерские, о которых я говорил, но распределить, чтобы все были заняты в творческих мастерских, мы выделяем в качестве талонов или таких цветных карточек, в класс, на котором они могут посетить творческую мастерскую. Первый этап, естественно, заканчивается не первый этап, занятия, должен быть определенный перерыв для того, чтобы дети посетили эти творческие мастерские. Одному ученику один талон, на одну перемену, на вторую перемену, он может, перемена у нас не 15-20 минут получается, а так называемая динамическая пауза, творческая мастерская, куда дети могут сходить для того, чтобы реализовать все свои желания. Вот так представлены творческие мастерские. Есть у нас педагоги, замечательные педагоги дополнительного образования Центр Юношеского Технического Творчества Меридиан, а через дорогу у нас находится еще один центр, который называется Орео. Вот в качестве примера я привел Меридиан. Например, удивительная пряжа, куклы своими руками, квилинг, техническое моделирование, оригами, универсальный конструктор, жетоны выбираются, например, цифрами или цветом, прописано на каждой двери, в коридорах и так далее. Все эти творческие мастерские прописаны. Пространство любого образовательного учреждения, кому-то хорошо, повезло, больше, есть пространство, у нас его нет. Поэтому творческие мастерские мы можем проводить в тех коридорах, здания нашей школы на втором, первом, третьем, даже стадион, если позволяет погода, если это спортивное направление, творческое мастерское. Пятый этап. Дети возвращаются после мастерских в свои группы, выделяют каждой паре, их предлагают в течение 20-30 минут, пока эксперты могут поведать, отдохнуть после работы, продолжить работу над проектом. Групповая рефлексия под руководством эксперта продолжается, но мы не ограничиваем во времени, но тем не менее 15-20 минут этого достаточно. Во-первых, рекомендации со стороны корректируют какие детские действия, после рефлексии расходятся по домам, чтобы следующий день в другом составе встретиться вновь. Почему в другом составе? Потому что после первого этапа получаются лидеры, микрогруппы и лидеры в тех творческих работах, которые они выполняют. Эти микрогруппы преобразуются в зависимости от того, кто как успешно выполнил работу. Это первый день, о котором мы говорили, решение обязательных заданий. Дети расходятся, организаторы и эксперты начинают проверять работу, оценивать работу детей и, естественно, выставлять баллы. Все баллы вывешиваются в коридоре, вместо расписания дети видят свой результат за сегодняшний день. Я хотел бы предложить вам рекомендации для руководителя группы в первый день. Они прописаны, я их называть не буду. по такой схеме указывается время, вид деятельности, место проведения и действия руководителя группы, что он в этот период должен делать. То есть такая уникальная инструкция для руководителя группы. Каждое время здесь прописано, я продолжаю 14.35, 14.40, 14.55 и так далее, сбор учителей обед вплоть до того, чем заканчивается общий сбор в актовом зале, публичное представление субпродукта, групповая работа, сборка заданий, проектная задача, выполнение итогового задания и так далее. Все прописывается, то есть каждый руководитель группы знает, чем его подопечный и он сам будет заниматься. Второй день непосредственно выполнение отчета о путешествии доктора Аболита. В руках книжка, в руках электронный вариант либо печатный, должны выбрать разные формы. Кто-то будет путевые заметки делать, кто-то репортаж, приносит на второй день видеокамеры, приносит и планшеты для того, чтобы запустить свои действия, если они делают репортаж. Создание собственного своего журнала «Презентация». Мы удивляемся тому, что дети впереди планеты все идут, даже в первом и во втором классе они свободно в рамках новых образовательных стандартов лучше учителей делают презентацию. Хотя в свое время я, учился этой презентации, когда выпускал свой 11-й класс в 1993-м году. Это и форма как реклама в движении одного проекта на финальный конкурс. Защита данных проектов проходит в расширенном виде, либо же в кабинете, либо в актовом зале, что позволяет. Текст должен быть естественно связанным, рассказ о путешествии выдержан в единой форме, продукт ярко представлен аудитория. Можно песни, можно танцы, можно стихи, для того, чтобы было понятно. Также на второй день прописывается как расписание, как инструкция, прописывается все то, что делают организаторы, зачем они следят. Я также пробегу, здесь становится промежуток между мероприятиями становится больше, потому что больше акцент делается на то, что проектная задача выполняется уже детьми еще более самостоятельно. Чем заканчивается второй день? Финал проектной задачи для того, чтобы выбрать лидеров. Именно в третий день финал проектной задачи мы выбираем победителей, группы победителей для реализации финалистов в актовом зале. и наступает третий последний период это подготовка презентации проектов. Это должно быть достаточно грамотно уже самый лучший проект. Он может быть изменен за этот период. Я вас уверяю, что школьным периодом решение проектной задачи не заканчивается. Дети группируются уже в свои группы, выбирают для себя тех потенциальных сотрудников, которые решают вопросы в рамках проектной задачи. Финальная презентация проектов, выбор победителя конкурса данной проектной задачи и расстановка акцентов, то есть акценка каждого участника данной группы в зависимости от того, кто как принимал участие в данной микрогруппе и какую роль он оказал. Третий день также прописывается, на этом не буду акцентировать внимание, вот те знания, умения, способы действия, на которые опирается в данном случае проектная задача. Еще раз акцент на малую группу, вернее коммуникационер организации работы, взаимодействие, взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль и так далее. Это очень, скажем так, живая процедура, которая не заключается только в том, что тебе рассказали, и ты должен ответить на поставленный вопрос, правильно или неправильно. Это неограниченность действий. Когда первые проектные задачи проходили, в том числе в рамках окончания учебного года, те дети, которые не участвовали до этого в проектной задаче, которые идут пока по старым образовательным стандартам, ГОСам, говорили, что я лучше бы посидел в шесть уроков, посидел от звонка до звонка, нежели я буду три дня заниматься проектной задачей. Это понятно, что не сформированы некоторые качества и способности, на которые нас призывает новообразовательный стандарт. Ну и при подведении итогов вы видите, что конкретно научились делать учащиеся в рамках проекта. Когда оценивать проектные задачи на третьем этапе, то тогда оценивать не только организаторы и эксперты, а уже детская аудитория, она достаточно строга в выборе тех элементов, которые они видят уже на сцене в актовом зале. И уже победителей уже не докажешь, не найдешь виноватых, почему-то бы поставили вот такой балл или высокий балл или низкий балл. Причем свободный микрофон, дети подходят и могут задать еще дополнительные вопросы, то, что понятно, то, что непонятно было при проведении проектной задачи, при подведении. Заканчивается все тем, что мы с одной стороны проводим анализы, с другой стороны мы видим лидеров нашей группе, наших звездочек, которых мы можем наградить различными способами. Была возможность, мы отправляли микрогруппы в сибирскую сказку, для того, чтобы они там в рамках детского отдыха, летнего отдыха и оздоровления побывали там в течение 10 дней. Есть возможность их отблагодарить, как это не банально звучит, бесплатно покормить столовой, как это не банально звучит, получить отметку по предмету, такую возможность, была у него, допустим, четверка, а он может претендовать в рамках проектной задачи получить 5, в этом нет ничего такого страшного, есть интелация, о которой мы должны также помнить. И системный анализ, я тоже пройдусь очень быстро, по формированию достижений метапредметных результатов. В конце каждой проектной задачи мы получаем такой сводной таблицы, умение сформировать учебные умения, здесь по кругу все элементы прописаны, это сведения в общем по классам, по школе и так далее. Для сравнения мы делаем разных годов, предыдущий год и этот год, который мы заканчиваем, это результаты начальной школы прошлый год синим цветом и красным цветом детки, которые пришли к нам после окончания начальной школы и какие результаты они показывают. Что в этих случаях меня настораживает и пугает, это то, что результат не может быть постоянно высоким, он не может быть допустим было 20, стало 30, 50, и 10, 11 класс мы должны получить уникальный результат, 100 баллов и 100 процентов, нет, но мы видим динамику, как это меняется, как совершенствуется, над чем нужно работать. Информационные умения, как умение работать с компьютером, как умение работать с информацией книжный материал. Мы очень многие взрослые путаем информационные технологии с тем, что только рядом у нас компьютер находится, уже мы чуть ли не асы в информационных технологиях. Информационные умения заключаются в том, чтобы получить информацию, переработать ее и отложить только то, что нужно. То есть умение перерабатывать весь информационный поток в нынешних условиях это очень важный элемент. Также информационные умения по периодам, годам, как вы видите, самый последний столбик у нас остался без красного элемента, это тоже настораживает в том плане, что нужно в этом делать акцент и работать в дальнейшем. Это не приговор, это всего лишь направление к действию. коммуникативные умения, которые мы отслеживали, также показаны здесь, видны, точно также коммуникативная грамотность она прописана. Личностные качества, ну, личностные качества проявляются, их тоже можно в процессе экспертов, те, кто организаторы указывают, умеют решать, не умеют, и самое важное, что данная отметка, вернее оценка показывает, что 0 это не сформировано, единица это средняя и двойка это очень высокая, вот по этому критерию мы и действуем. Личностные качества еще раз показаны, ну, и если есть вопросы, я готов ответить, я понимаю, что это очень большой объем информации, но это все выстрадано, это все подслушано, увидено, и мы посетили конкретные проектные задачи в ГОСКВЕ, и есть учителя, которые понимают, инициативу проявляют, и которые способны в данном направлении работать и дальше. Я думаю, что за проектной задачей мы видим то условие, которое способно может быть даже перевернуть в наши некоторые представления о том, как дети должны учиться и каким образом они должны получать знания в школе. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Николаевич. Интересно то, что вы осветили эту проблему проектных задач не только с точки зрения учителя географии, но и с точки зрения директора школы, коснувшись многих организационных вопросов, я думаю, что коллеги тоже могут взять этот опыт на вооружение. Но если есть вопрос Сергею Николаевичу, задавайте коллеги. Вот тут я попутно отвечу на вопрос по поводу того, будет ли сертификат за этот вебинар. Дело в том, что по географии в частности у нас предполагается серия вебинаров, еще и в августе, сентябре такие будут. Если вы посетите, поработаете не менее чем на трех вебинарах и суммарно заработаете 2-4 часа, тогда будет вам выдан сертификат. У нас сертификаты за подобные мероприятия даются от 24 часов и больше. Но если Сергею Николаевичу нет вопросов, тогда мы передаем слово Юре Николаевне Клюшниковой, учителю географии школу номер 12 Анжера Кузинск тема выступления проектной деятельности учащихся во внеурочной деятельности по географии. Юлия Николаевна, пожалуйста. Хорошо. Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги. Перед выступлением мне бы хотелось взять сказать слова Льва Семеновича Выгодского. То, что дети могут сделать вместе сегодня, завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно. Одна из основных частей стандарта образования это требования к результатам освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются на трех уровнях личностным, метапредметным и предметным. Это означает, что достижение образовательных результатов с требованием ВОЗ подразумевает кроме освоения учебной программы по предмету и освоения междисциплинарных программ развития универсальных учебных действий. И в ее рамках развитие читательской компетенции, совершенствование навыков работы с информацией и приобретение опыта проектно-исследовательской деятельности. Как особая форма учебной работы для эффективного освоения предметной и междисциплинарных программ особенно цена проектная деятельность. Проектная деятельность интегрит в себе предметно-деятельностный коммуникативно-компонентный направленный на становление личности школьника через организацию активных способов действия. Над проектом обучающий не только применяет уже приобретенные предметные знания и умения и навыки, но и учится мыслить, добывать и применять новые знания. Тщательно обдумывать, принимать решения и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу профильных группах. Участие в реализации проекта способствует воспитанию и развитию таких качеств, как инициативность, креативность, готовность принимать решения, в том числе и нестандартные, или в ситуации неопределенности и нести за них ответственность, отстаивать свою позицию. Проектная деятельность реализует идеи культурно-созидающей, саморазвивающей личности ученика, обеспечивает ему деятельностный характер, освоение социального и личностного опыта. А учителю важно сказать, что проект это прежде всего форма организации деятельности, направленная на получение конкретного продукта. Работа над проектом сложный процесс, требующий многократных разнообразных действий, способствующих построению географии. Продолжу, уважаемые коллеги, извините, проблема со связью. Я перейду сразу о географии и позвольте вам поделиться опытом работы. Мы с вами знаем, что карта это язык географии, а одно управляющее географической образованности человека это умение пользоваться географическими картами поседневной жизни. А как же превратить скучное запоминание карты и условных знаков в процесс? Вот я предлагаю несколько приемов, которые использую в своей работе. Первый это по северным морям, то есть нужно проложить путь морского конвоя в годы Великой Отечественной войны. Здесь идет связь двух предметов истории и географии и нужно показать эти знания. Самое главное нужно в Сорческом Отчете объяснить, почему возникла необходимость по северному морскому пути завозить продукты питания, оружие, боеприпасы и какие страны участвовали в этом. Следующий такой прием географии седьмого класса материки океана народа и страны задание написать путевые заметки или дать географическое описание вымышленной страны, ее флору, фауну, историю, но самое главное нарисовать карту. Вы можете придумать свой материк и описать ее по тому плану, который есть в учебнике. После изучения плана местности в пятом классе топографические карты даю задание составить план местности. Уважаемые коллеги, продолжаю. все географы используют прием как виртуальная экскурсия. Нужно составить и провести виртуальную экскурсию по региону, стране, по карте. Можно с использованием ЭКТ, то есть приветствуется использование художественной литературы. Очень интересно проходят виртуальные экскурсии по таким книгам, как «Афанасий Никитий «Хождение за три моря» или «Дети капитана Гранта». Девиз Жюль Винерна «Учение с увлечением». Итак, следующее. Составить план местности. После изучения в пятом классе темы топографической карты даю задание. Составить план местности к любимой сказке. Так у нас родился творческий проект, который называется «План местности к английской народной сказке «Три поросенка». Но трудность в этом задании создает в том, что нужно перевести текстовую информацию в графическую, но не просто перевести и нарисовать условные знаки, а доказательно объяснить, почему именно так размещены объекты на нашем плане. Географический детектив. По зашифрованному тексту найти на карте географический объект и объяснить ход своих рассуждений и допущенные ошибки автором текста. Но можно и самому придумать этот текст и самому зашифровать географическую страноведческую составляющую изучение географии, на которой отводится … Продолжаю, коллеги. Страноведческая составляющая нашей географии. Найдите на карте новые названия городов, государств, островов и приготовьте сообщение о причинах их переименования. Следующее, о чем мне хотелось бы остановить это о биогеографии. С биогеографией мы встречаемся всего несколько раз. Это тогда, когда изучаем природные зоны и растения и животных того или другого материка. Так вот, есть такая проектная задача, это спроектируйте зоопарк, но так, чтобы животные были размещены в соответствии с их реальным местом жительства, в дихой природе, по материкам. Или составить меню на один день из дикорастущих трав определенный место. Итак, нужно обосновать, почему вы именно эти травы взяли, встали в свое меню. Ставить визитную карточку какого-то растения и животных, каких-то других материков. Удивительные растения, вот такой проект, он длительный проект, очаровательный сорняк, это проект исследования у нас появился и родился, можно сказать, после изучения в пятом классе урока засоления почв. Мы выясняли, какие растения сорняки, и у детей возник такой вопрос, но если это сорняки, они мешают, давайте их уничтожим, и давайте их просто не будет совсем. тогда после проделанной работы мы выяснили, что такие, какие растения относятся к сорнякам, и изготовили очень интересные готовые продукты. Это рецепты из сорняков, изготовили щи, салаты из них, сборник сказок, легендских о сорняках и памятка «Удивительный лекарь». То есть мы с ними выяснили, что в природе у нашей все взаимосвязано. Итак, следующее это растения хищники. Точно также проект, он длительный проект, в течение у нас двух четвертей возник после урока природные зоны мира, где мы рассматривали удивительные растения тропических лесов. Мы выяснили, какие растения называются хищниками, но самое интересное открытие это было потом. Мы нашли растения и хищники, которые произрастают в нашей местности, в нашем городе, в нашей области. В плане проектов дети могут провести эксперимент по заданному алгоритму «Сколько осадков выпало?» Или собрать, оформить и писать коллекцию горных пород, коллекция марок геонографической тематики и коллекции национальных костюмов. Мне хочется сказать следующее, что моя практика показывает, что полноценное проектирование возможно только вне учебного содержания. На уроках мы можем использовать мини-проекты. Как правило, оценивание своих результатов и целеполагания происходит по заданному алгоритму, потому что время урока ограничено. И это не есть плохо. Но хочется отметить, что самые интересные получаются проекты именно в неурочное время. Это именно длительные проекты, потому что внеурочные работы отличаются от урочных содержаниями, организационными формами и особенностями методики проведения. Эти цели осуществляются путем включения урочных занятий вне программных вопросов и проблем географической науки. На мой взгляд воспитательная роль проекта очень велика. Проект играет существенную воспитательную роль, формируя позицию ответственности за результаты собственной работы, которая является частью целого начинания и готовность к сотрудничеству. Итак, для того, чтобы вместе с учащимисями сделать хороший и грамотный проект, учителю нужно прожить несколько жизней и освоить несколько ролей. Это энтузиаст, специалист, консультант, руководитель, координатор и эксперт. А для школьника успех проекта определяется не только высокой оценкой, но и тем, что после защиты проект получает дальнейшее продвижение, а не выбрасывается за ненадобностью. В заключение хочется сказать коллегам, метод проектов в настоящее время очень актуален, сложен, труден, но очень интересен. Уважаемые коллеги, как грозит народная мудрость, что дорогу освоит идущий? Большое спасибо за внимание, с удовольствием отвечу на вопросы, если такие имеются. Спасибо, Юлия Николаевна. Вам непросто было, видите, связь немножечко нас подкачала, но я знаю, что вы прекрасный учитель, вы по этой проблематике совсем недавно выступали у нас на курсах, я думаю, что это и не последний наш разговор, не последнее ваше выступление, поэтому будем надеяться, что со связью дальше у нас все будет только лучше и лучше. Мы ваше выступление уберем от всех пауз и почистим его и выставим тоже на нашем сайте, поэтому оно во всей красе будет доступно самым широким массам учителей географии. Ну, а так, коллеги, если есть вопросы ко всем выступающим, Сергею Николаевичу, к Юле Николаевне ко мне, пожалуйста, прошу задавать. но если вопросов нет, то еще раз, пожалуйста, участники, запишите себя в чате, обозначьтесь фамилию, имя, отчество, место работы и должность. Напоминаю, что по всем нашим вебинарам связано с преподаванием географии, с проблемами преподавания географии, суммарно будет выписан сертификат. Ну, теперь уже после периода отпусков в конце августа, в начале сентября состоится следующий вебинар. Конечно, о его проведении времени мы вам сообщим заранее. Спасибо особенно большое моим коллегам Сергею Николаевичу и Ольгу Николаевичу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok